Сергей Копыриалов работает здесь с 2005 года. Переезд в Шуэ довольно интенсивный. Веден в эксплуатацию 45 лет назад. За эти годы значительно преобразился. Переезд оборудовали автоматической переездной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. В этом году владелец автодороги, городская администрация, провела реконструкцию данного переезда с укладкой нового дорожного покрытия со стороны города Шуэ. В следующем году у них планы отремонтировать вторую часть примыкающих переезда со стороны города Ивана. Силами Ивановской дистанции инфраструктуры был уложен новый резинокордовый настил на этом переезде. Несмотря на все удобства, предупреждающие знаки, опасности, штрафы, водительская дисциплина, говорит Сергей, здесь хромает. Нередко автомобилисты хотят проскочить уже на красный сигнал семафора. Бывало даже, что лихачи сносили шлагбаум. С начала года на переездах Северной магистрали произошло 12 ДТП. На одно больше, чем в прошлом году. Наибольшее число инцидентов было в Архангельской области 4. В Ивановской, Костромской, Ярославских областях по 2 ДТП. В Логотской области и Ямало-Ненецком автономном округе по 1. В 12 ДТП пострадали 7 человек. Еще двое погибли. Сегодня водителям на переезде вручили памятки по безопасности движения. И напомнили, железнодорожный транспорт всегда имеет преимущество. Достаточно аккуратно стараемся всех пропускать, уступать в дорогу. Даже если создается какая-то сложная ситуация, стараешься как-то контролировать все возможности. То есть аккуратно вообще на них? Уже 10 лет за рулем, поэтому ни одной аварии, слава богу. На Северной железной дороге проводится планомерная работа по предупреждению ДТП, в частности ремонты. Также производится закрытие переездов с организацией альтернативных способов объезда ЖД путей, которые более безопасны. Например, у нас в регионе планируется закрыть переезд на участки Горина-Кохма. Недавно там было завершено строительство путепровода.